В праздники, да еще и такие долгие, с автомобилистами нужен особый контроль. Для кого-то пьяное вождение табу. На тех, кто позволяет себе сесть за руль под градусом, и нацелены рейды по массовой проверке. Место на этот раз выбрано не случайно, кольцо автовокзала. Настоящий Бермудский треугольник для нетрезвых автолюбителей. Здесь достаточно часто происходит ДТП с нетрезвыми водителями. То есть очень часто сбивают у нас флагштоки, наезжают на опоры уличного освещения. Были ДТП с летальным исходом. Вот одно из недавних у нас произошло, 14 апреля, 2 часа 30 минут. Водитель 92-го года рождения, управляя Mercedes E200, врезался как раз в опоры уличного освещения на данном участке и погиб. По манере езды нетрезвого водителя можно вычислить не всегда. Поэтому в ходе подобных рейдов инспекторы останавливают почти все проезжающие мимо машины. И уже из общения с автолюбителями, например, проверки документов, делают вывод, трезв водитель или нет. Воследование с помощью прибора АЛФТ проходит. В несколько случаев тогда есть признаки. Понятно. То есть, у вас признаки отсутствуют? Я смотрю. Если читал, то, да. Ну, либо признаки, тогда бы наупроводились. А просто так и соответствует. В основном выявляются мелкие нарушения. Тонировка, ремни, непорядок с документами. Но и нетрезвых автолюбителей в руки инспекторов попалось немало. Так, в ходе рейдов в праздничные дни, то есть за пять суток, было выявлено 23 водителя в состоянии алкогольного опьянения. Еще пятеро отказались от прохождения свидетельствования, что по правилам приравнивается к пьяному вождению. Напомним, за езду в нетрезвом виде или отказ от освидетельствования автолюбителям грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав. Так что после бурных выходных на дорогах города стало на 28 автолюбителей меньше.